В 1976 году в журнале «Дружба народов» вышла повесть или маленький роман Юрия Валентиновича Трифонова «Дом на набережной». По Москве сразу поползли слухи, что роман был сильно порезан, что он очень долго лежал в редакции, что его не хотели пропускать. Это все слухи. На самом деле, странным образом, роман Трифонова проскочил цензуру довольно легко, в редакции почти не лежал. И вообще судьба этого романа складывалась так счастливо, как редко складывались судьбы других произведений Трифонова, несмотря на то, что содержание, конечно, для поздней советской эпохи, ну, не вполне типичное. Действие разворачивается в трех временных срезах – 37-й, 47-й, 72-й, ну и с намеком на то, что почти 76-й. И эти три временных среза опрокинуты друг к другу. В романе ни разу не названо имя Сталина, но всем понятно, и этого автор не скрывает, что, конечно, он о сталинизме, о страхе, о политическом выборе и о моральном крахе человека, вступившего в сделку с этой системой. С этой системой не столько политической, сколько системой ценностной, сколько системой идеалов и антиидеалов. Но не все читатели догадывались, что есть еще один слой в этом произведении, еще один сюжетный комплекс, который зашит внутрь него, как бывает, знаете, в куклах некоторые изготовители кукол зашивают маленькие атласные сердечки, которых никто не видит, но они-то знают, что эти сердечки там есть. Вот так внутрь романа «Дом на набережной», к которому мы еще вернемся, зашит сюжет другого трифоновского произведения, произведение, которое к 1976 году многие читавшие забыли, а следующее поколение не читали, поскольку Трифонов наотрез отказывался его переиздавать. Я имею в виду роман «Студенты», написанный Трифоновым в 49-50-м годах, опубликованный в 50-м году в журнале «Новый мир» и получившем в 1951-м Сталинскую премию. Как эти два сюжета между собой связаны и почему Трифонов отказывался переиздавать «Студенты»? Дело в том, что он сын советской номенклатуры, репрессированных родителей, отец его погиб, фактически переступил через себя, когда писал роман «Студенты». Он был студентом, сам был студентом, но, правда, не Московского университета, где разворачиваются действия студентов, а литературного института. И все прекрасно понимая про время, в котором он живет, про систему, к которой он принадлежит, тем не менее сочинил этот роман, фактически отступаясь от памяти родителей. Хотя о чем роман? Роман о том, как прогрессивные студенты Московского университета сталкиваются с преподавателями-космополитами, и одни этих преподавателей-космополитов поддерживают, а другие их не поддерживают и от них отказываются. Напомню, что такое сюжет с космополитами, что такое 47-й, 48-й, 49-й годы, в послевоенном Советском Союзе, который до того, до войны, объявлял себя государством победившего интернационализма, шаг за шагом начинается политика националистическая, политика, учитывающая опыт, в том числе и побежденной Германией. Начинается все это со знаменитого тоста Сталина в честь долготерпения русского народа, народа, который является центром, самым великим народом в Советском Союзе. И продолжается кампания антиамериканизма 46-47-го годов, связанная с надвигающейся холодной войной, с кампанией по борьбе с космополитами, то есть с теми, кто отрекается от национальных традиций и переходит на позиции слишком открытого международного взаимодействия и сотрудничества. И финал, и аккорд этой кампании, 49-й год, это кампания борьбы уже не просто с космополитами, а с безродными космополитами, то есть, называя вещества именами, с евреями, прячущимися под русскими псевдонимами. Правда, эта кампания довольно быстро сходит на нет, но она затрагивает гуманитарную интеллигенцию, не только гуманитарную и научную, но в меньшей степени, поскольку кто-то должен был делать ядерную бомбу, но гуманитарную интеллигенцию, которая не делала ядерную бомбу, затрагивает очень жестко. Тогда происходит разгром филологического факультета Ленинградского университета, тогда добираются до преподавателей Московского университета, несколько дел историков возникает. Одно за другим. И возникают коллизии у особенного молодого поколения. Поддержать любимых учителей, которых обвиняют в безродном космополитии, значит поставить и свою карьеру, а может быть и судьбу, под удар. Не поддержать, значит отречься от них и подставить их под удар. Не все выдерживали это испытание, причем не нужно думать, будто бы среди отрекшихся или включившихся в кампанию были только плохие люди и глупые, и мерзкие. Нет, мы знаем, что выдающийся русский писатель Федор Абрамов, который был аспирантом Ленинградского университета в это самое время, участвовал в кампании по борьбе с безродными космополитами, которая кончилась арестом для Гуковского, инфарктом для Эхенбаума и еще одним инфарктом, который приводит в конечном счете к смерти для Марка Азадовского. И Абрамов все последующие годы мучительно переживает этот сюжет в своей жизни и, понимая, что он сделал, не отрекается от... не прячется, не скрывает того, что он это сделал. И это тяжелейшая история. Это тяжелейшая история для него. Вот также для Трифонова история 46-го, 47-го, 48-го, 49-го годов. Это не абстрактная история, это история, в которой он невольно принял участие. Он написал конъюнктурный роман. Да, хитрый. Можно толковать так, можно сяк. Но все-таки власть поняла этот роман правильно. Это роман о том, как студенты переступают через связь учитель-ученик и занимают правильную политическую позицию, а космополиты оказываются поруганными. Так вот, написав этот роман и став в одну секунду богатым, знаменитым, успешным советским писателем, женившимся, как положено, на актрисе из оперного театра, получившим одну из первых в Советском Союзе частных машин, дачу в молодом возрасте, Трифонов перестает писать. Трифонов переживает этот успех как катастрофу. Он понимает, что он и как писатель, и как человек совершил нечто абсолютно недопустимое, и за это придется заплатить. И он платит. Он платит долгим молчанием, он платит невозможностью работать, и он платит тем, что на пике своего творчества, а 76-й год – это пик его творчества, он выпускает в свет роман, где, с одной стороны, герои, среди его героев, опознаются типы, созданные в студентах, а с другой стороны, узнается он сам, оказавшийся в этой развилке, и он беспощаден и к самому себе, и к своим прежним героям. В этом романе нет упрощений. Герой, Вадим Глебов, должен совершить выбор. Он со своим учителем Гончуком, или он против учителя Гончука, обвиненного, ну не в космополитизме, там все похитрее сделано, просто попавшего под раздачу, попавшего под очередную политическую кампанию, он с ним или против него. При этом писатель показывает, что Гончук не ангел. Гончук сам участвовал в предвоенных разгромных кампаниях, а жена его, Гончука, просто отвратительно, она изображена, как довольно мерзопакостная дамочка. Предать легко. Не такие хорошие люди. Но отказываясь от них, ты предаешь не их, ты предаешь самого себя. Вот про это роман Трифонова «Дом на набережной». А дальше он начинает разворачивать сюжет от 47-го к 37-му, когда он отцу своего одноклассника фактически доносит на других одноклассников, и судьба их оказывается поломанным. И Трифонов начинает вскрывать механизмы политического террора. Политический террор, согласно Трифонову, завешан не на идеалах, пускай ложно понятых, и даже не на простой человеческой слабости, а круто замешан на зависти. И здесь включается символический круговорот его произведения и роман Юрия Олеши «Зависть», и многие другие произведения советской литературы. Замешан на социальной зависти и социальной ненависти, на том классовом, с чем вроде бы советская власть начала бороться, и что она же в человеке пробудила, поставив его в ситуацию предательства. Герой Глебов живет в фактически барачном доме, и он завидует детям высокопоставленных номенклатурных деятелей, которые учатся с ним в одном классе. Он мечтает жить в доме на набережной. Это символ вот этого советского могущества, это символ советского успеха, это символ власти, к которой он хочет приобщиться, и он ставит перед собой цель. Он будет жить в доме на набережной. И с Гончуком, со своим учителем, он связан не столько отношениями научной преемственности, сколько мечтой проникнуть в дом на набережной, где этот Гончук живет. Ради этого разворачивается любовный роман, и он предает любовь. Ради этого разворачивается его научная карьера, и он предает науку. Ради этого он то ли готов, то ли не готов предать своего учителя. И тут на помощь ему приходит судьба. В ночь, перед тем, как он должен совершить предательство, умирает его бабушка. Это позволяет соскочить, но это не позволяет ему стать вновь человеком. Система, частью которой по доброй воле стал главный герой дома на набережной, уничтожает его, потому что он соглашается уничтожить себя. И это тот моральный вывод, к которому приходит Трифонов, и от излишнего морализма его как раз и спасает тот внутренний подтекст, который зашит в роман «Дома на набережной». Это отсылка к самому себе. Это не кто-то согласившийся предать или спугавшийся сказать «нет». Это он сам. Это его проекция. Это часть его судьбы. И беспощадный к самому себе Трифонов оказывается в праве предъявлять моральный счет и времени, в котором он живет, и людям, которые согласились быть частью этого времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...